Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. Студия Ирина Ромбальская. Сорвало крышу. Сегодня днем на Минской кольцевой в районе улицы Темирязева водитель легковушки не смог вовремя перестроиться и врезался в автомобиль дорожной службы, который, кстати, был обозначен всеми нужными знаками. Удар был такой силы, что иномарка лишилась крыши. Молодой водитель легковушки госпитализирован с предварительным диагнозом – открытая черепно-мозговая травма. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. По предварительной версии молодой человек ехал, хотел перестроиться, но его не выпускали в другой ряд. ДТП будет привлечен к административной ответственности. Какой поддержки не хватает жителям Ленинского района? Когда меньшане могут порадовать себя речной экскурсией по Свислочи? И почему жителям улицы Лещинского теперь дышится легче? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Вероники Фолей. Остались без поддержки в одном из переходов на партизанском проспекте неизвестные безжалостно вырвали перила. Разгадать стайну столичного подземелья меньшанам не удастся. Часть металлического поручня, установленного прямо посередине лестничного прохода, бесследно исчезла. Пешеходы на ощупь чувствуют всю опасность ситуации. В конце крутого спуска рука то и дело соскальзывает, что может привести к серьезным травмам. Конечно, неудобно. Конечно, надо же держаться. Люди, которые пожилые, им очень тяжело. А тут очень много ходят пожилых. Как оказалось, исчезновение таких нужных перил проделки хулиганов, которые, к слову, безнаказанными не останутся. По факту хищения уже составили протокол. А восстановить поврежденный поручень планируют в течение недели. Действительно, есть проблемы с вандализмом. На некоторых переходах, в основном по поручням. Но мы стараемся это в крайние сроки очень быстро исправлять. Десятки саженцев для легкого дыхания. Прогулки вдоль живой аллеи подарили жителям улицы Лещинского. Роскошные ели вечно зеленые туи и можжевельники. Не самые обогащенные кислородом уголок Фрунзенского района оживили хвойные. Возле питьевого источника, расположенного в границах улиц Матусевича и Лещинского, высадили порядка 30 саженцев. А в скором времени зеленый пейзаж разбавят яркими красками однолетние растения. Мы будем стремиться к тому, чтобы добавить еще сюда летников немножко, чтобы развеселить этот уголочек. Вот. Он так вдали немножко от дороги, в понижении находится. Хочется здесь уединения, такого спокойствия. Сезон экскурсий по водным артериям столицы открыт. Туристический лайнер снова готов прокатить всех желающих по реке Свислочь. Несмотря на капризы небесной канцелярии, аттракционы в столичных парках уже работают на всю мощь. Приняясь горожан на борт, готов и обновленный за зиму теплоход. К слову, маршрут и режим работы туристического судна не изменились. Зарядиться летним настроением и почувствовать речной бриз все желающие смогут с 11 часов утра до 8 вечера каждый день, кроме понедельника. Мы рады, потому что теплоход, тут летом можно кататься с друзьями, можно прийти с семьей, можно прийти на теплоход покататься. Тут и в парке аттракцион открыли. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by в разделе форум, звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Столица женское лицо. В доме милосердия чествовали дам, которыми гордится весь город. Руководители предприятий, деятели искусства, ученые, спортсмены и учителя. На встречу собрались 28 заслуженных женщин Минска. С историей судьбы и профессионального успеха, каждый из них, горожане в течение года могли знакомиться на страницах столичных газет. А сегодня главных представителей из прекрасного пола столицы собрали за праздничным столом и вручили цветы. Люди должны знать, чем занимаются наши женщины. Что женщины, они очень активны и очень много проблем, и очень много различных решений на плечах наших женщин. Всех тех, кто собрался в этом зале, наверное, объединяет одно – любовь к нашему городу. Самое главное прослеживание – это чувство долга, ответственности и желание что-то сделать хорошее. Никто не забыт, ветераны Великой Отечественной войны в эти предпраздничные дни принимают поздравления и подарки. Так не остались без внимания участник войны Николай Блинков и его жена Галина, труженица тыла. Семейную пару сегодня навестили столичные нотариусы. К слову, в преддверии 70-й годовщины Великой Победы Минский городской нотариальный округ взял под свое шефство более 30 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. В этом году нам исполнится, если доживем, с 92. Но нотариусами пользовались, потому что мы подписали завещание. Нотариусы проведут акции по бесплатному консультированию, конкретно 7-8 мая пройдут эти акции, в ходе которых граждане всех категорий, как жители Беларуси, так и гости нашей страны смогут получить ответы на все интересующие их вопросы. Информация для пассажиров общественного транспорта. Сегодня отменяются некоторые рейсы 187-го автобусного маршрута «Красный бор» Брикета. Связано это с крайне низким пассажиропотоком. Изменения коснутся дневных и вечерних рейсов. Так отменяется отправление автобуса с остановочного пункта «Кольцевая дорога» в 12.10 и 13.18, а также с остановки «Красный бор» в 11.52 и 18.50. Кроме того, время отправления рейса от пункта «Красный бор» изменится с 13.05 на 13.10. А вот автовладельцам завтра придется объезжать участок Минской кольцевой дороги и некоторые улицы города. Коррективы в планы водителей внесут тренировки к параду. С половины шестого, а также с десяти часов утра и до прохождения колонны военной техники по маршруту улицы Основателей, Скорины, МКАД, местный проезд, поворотный аэродром Липки, движение всех видов транспорта будет ограничено. В обратном направлении маршрута движение ограничат 24 апреля с 16.00, а также с 8 часов вечера. В тени деревьев считают ли меньшане свой город достаточно зеленым и какие живые декорации они предложили бы столичным дизайнерам? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Зелени в городе хватает, но если бы были какие-нибудь животные из кустов или там по большинству было бы намного красивее. В новых районах, вот я живу в Перелевичах, там может не хватает действительно мало. Но я думаю, что со временем все будет. Можно было что-то перенять от европейцев, найти какие-то новые композиции. Но в целом я вам хочу сказать, что город достаточно чистый, красивый. Я бы все-таки посоветовала больше на самом деле хорошего газона, больше каких-то елок постриженных. Мне кажется, за этим легче ухаживать, и это как-то выглядит более прилично. Я живу в центре, и мне кажется, что здесь хватает зелени, много парков, хорошо, воздух свежий. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которые всегда рядом работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»